Всем привет! С вами Вадим Казин и я решил вам рассказать про легендарную модернизацию, которая может быть установлена на японский линкор 10 уровня под названием Ямато. Если что, вы сильно не удивляйтесь, я записываю данный вот обзор в начале третьего ночи, поэтому поэтому все возможно. Итак, давайте посмотрим на эту модернизацию, эту легендарную модернизацию. Так, называется она усиленные орудия главного калибра. Уменьшает рассеивание снарядов и снижает время перезарядки орудий главного калибра за счет скорости поворота башен. Максимальное рассеивание снарядов главного калибра минус 7 процентов. Время перезарядки главного ГК минус 12 процентов. Это у нас все, все, как говорится, положительное. А теперь давайте рассмотрим отрицательное. Это скорость поворота орудий главного калибра минус 19 процентов. То есть башни так еле-еле крутятся. Если вы установите вот эту модернизацию, они практически вообще не будут крутиться. Там еле-еле-еле. Обычно игроки, которые играют на Ямато, не все, но некоторые устанавливают вот эту модернизацию. Называется орудие главного калибра модификация 3, которая уменьшает время перезарядки орудий главного калибра. Соответственно, время перезарядки главного калибра минус 12 процентов. У нас здесь тоже минус 12 процентов. Но скорость поворота орудий главного калибра минус 13 процентов. И когда я устанавливаю эту модернизацию, то, что у нас башни еле-еле крутятся, сразу заметно. Но здесь минус 19 процентов. Но, как говорится, нам дают уменьшение рассеивания снарядов главного калибра аж на целых 7 процентов. Что это дает в цифрах? Давайте посмотрим. Итак, время перезарядки у нас 26,4 секунды теперь. Время поворота на 180 градусов 66,1 секунда. Больше минуты у нас башни крутятся с одного борта на другой борт. Максимальное рассеивание составляет у нас 238 метров. В принципе, как бы неплохое значение. Как оно покажет себя в бою, мы сейчас это все дело посмотрим. Соответственно, первая мысль, которая меня посетила, когда я увидел характеристики вот этой вот легендарной модернизации, я подумал, что, блин, Циата оценит. То есть целевая аудитория, которая в основном играет на линкоре Ямато. То есть имеется ввиду именно та целевая аудитория, которая вообще никуда не ходит. И в основном играет просто стоит на месте, крутит башнями и стреляет куда-то там далеко. Ну там зад-вперед иногда бывает, совершает движение. Но если там уже противник поджимает, то, соответственно, движение назад в основном совершается. Я решил ради интереса поиграть вот таким вот способом. Показать, как играет большинство не очень скилованных и опытных игроков. Потому что, мне кажется, разработчики специально для них вот как раз взяли и запустили вот такую легендарную модернизацию. Мне удивляет это слово легендарная. Почему не эпическая, это, не знаю, героическая, монументальная модернизация. Было бы, наверное, тоже неплохо. Ладно. Итак, где мы тут родились? Мы родились вот на этой стороне. Конечно, ЦИА на линкорах обычно ходит вот так вот. Вот так вот можно будет, кстати, туда сходить. Тоже, тоже поиграть как ЦИА. Мы тут на пресс-аккаунте играем. Ничего страшного. Можно все испытывать, все проверять. Поэтому давайте пока сплеим. Изобразим из себя дот, неподвижную огневую точку. Пацаны все нормальные, всегда носом стоят противнику, никуда не двигается. Ну, а я все-таки, как этот, как игрок, который все-таки хочет хоть что-то сделать в этом бою, я буду немножко под углом стоять, потому что хочу, чтобы мои кормовые башни тоже стреляли. Вернее, кормовая башня, орудия кормовой башни тоже стреляли. Ладно. Сейчас мы тут сдадим назад. Стадим под углом. В принципе, можно пойти вот сюда, на правую сторону. Наверняка там встретим и Изюма, может быть, встретим, может быть, Каролину встретим, может быть, Дегросса встретим, а может быть, никого не встретим. Просто погуляем там полбой, а то и практически весь бой, потом вынырнем и оставимся здесь одни, и нас расстреляют. Вот даже вот, посмотрите. Сент-Луис пошел туда. Зачем? Там ни точки, ничего нету. Зачем туда заходить? Ну вот, пошел. Игроссы тоже туда пошел. Хипер, скорее всего, пошел. Хотя, не так. Ладно. Стоим тут, ждем, изображаем из себя огневую точку неподвижную. Конечно, картина игры, как играется, не полная. У меня нету здесь навыка командира на увеличение очков боеспособности на линкоре, но ладно, я зато прокачал маскировку свой линкор. Как вы видите, я теперь свечусь на 13,5 километров. Так, я так понимаю, что с той стороны сейчас нас зарашит. Против нас отрядик играет. Так, ну и где противники? А, я сейчас должен писать, пацаны, светите, дайте свет, там, дыркать по эсминцам. Как обычно ЦА играет, ну ладно. Мы будем вежливым игроком целевой аудитории. Чего в чат писать не будем. Или, может быть, у нас вообще чат забанен. Два эсминца, один там. В итоге у нас так 4 корабля, в том числе и я. Просто стоим тут бездарно. Пошли уже что-то. О, все-таки есть, кросс пошел туда. Кстати, насчет поворота башен. Смотрим, да, вот. Как они медленно поворачиваются. Еле-еле. Расстояние 23,6. Он ушел вон весь. О, грозовой. Давайте по грозовому стрелим. Он уже уйдет. А, нет, не ушел. Отправляем грозового и смотрим нашу точность. Но грозовой задним ходом все равно уйдет от моих снарядов. О, нет. Попали мы. Слушай, там Чапаев, Дегрос и Изюм. Тут полно кораблей. Зря я так наговарю на них. Ждем, когда кормовая башня повернет. Ну, где-то, наверное, вот так вот. Смотрим. Разлет снаряда. В принципе, неплохо снаряды летят. Главное, хорошо попасть и что-нибудь там выбить. Ну, как бы неплохо. Так, Кизюм. Решил проверить на прочность. Ну, он вроде бы идет. Давайте мы его тоже проверим. Так, кучность. Исчез. Четыре снаряда попало. Грозовой. Все-таки наши пацаны пошли туда. Надо было с ними пойти. Мы все равно неплохо изображаем целевую аудиторию. Вернее, как она играет. Будем сдавать назад. Надо же, и не попали. Ну, бывает. Кстати, можем попробовать и на тот фланг покидать. Не можем. Все равно будем обращать на это внимание. Еще и Каролина ломится. То есть, пацанам есть что делать. На правом фланге. Все равно говоря... 你就 записать мне свое предложение в крови. Смотрим. Под mainтью. Начинать помогла. Он敢 не проклад. Мнено�ации. Только мы с ума откроем. В перегородучил. Кором Mehrвишка Hen Austра. Я видел то, что должен был засветиться грозовой Грозовой падла не засветился Нормально Ладно, пойдем вперед, а то мы так простоим и ничего не сделаем полезного Правда здесь два линкора девятого уровня Исминец вражеский Даже в Исминец не попали с 11 километров Теперь попали Спасибо, что ты подтверждаешь, я его и сам видел Давайте чудо-снарядов заведитесь там Попали Девятый линкор получил преимущество Интересно, попаду я сейчас в расстоянии 8 километров Попал Что там мое ПМК ПМК нынче спит О, наконец-то Так, теперь у нас тут Дегросы Я не думаю, что благодать Я не думаю, что == Как-то Люблю epher Ену храмовая башня, обратите внимание, еле-еле довернула наконец-то рикошет скорее всего будет, а нет в атаку врагу не сдается наш гордый Ямато Ладно, тут более вкусные цели есть Давайте мы его вообще затараним, вот точно Башню мы сюда разворачиваем и сами идем на таран Хотя он тоже, наверное, сам не против Нормально, так Башню наконец-то до Чапаева сейчас дотянутся Да О, мы еще и выжили Нормально Вообще Я крут, я настоящая целевая аудитория Блин, поджог меня Долго башня разворачивается Ну, в общем, что есть, то есть 160 тысяч урона Сыграли как целевая аудитория Надамажили, затаранили, получили твердолобы Двойной удар Короче, три фрага и так далее Поэтому, смотрите, такая тактика, как говорится Может, может применяться Не рекомендую ее, конечно, использовать Но, блин, результаты-то неплохие Хоть мы и слили, да и бог с ним У меня 1334 опыта Три фрага И я, наверное, вообще лучший Там, красавчик и так далее Поэтому, если вам понравился бой Поставьте лайк Подпишитесь на канал Ну и все дела На самом деле, это, конечно, сарказм Но я просто не знаю, как по-другому играть Вот с этой модернизацией Разработчики наверняка думали Что надо сделать Вот какие характеристики для целевой аудитории Вот чтобы она, вот эта легендарная модернизация Понравилась игрокам И все были довольны Ну а как играют игроки в основном Ну вот на Ямато они стоят И все Ну давайте сделаем чуть-чуть получше точность Чуть-чуть получше перезарядку И зато вообще сделаем практически неповорачиваемые башни Я думаю, ЦА оценит И мне кажется, действительно, ЦА оценит Конечно, здесь есть лотерея В виде вот этих вот 460-мм орудий Здесь можно сделать точность Прямо как крейсерская Не знаю, там максимальный разлет 100 метров Но все равно при стрельбе по различным целям Это будет лотерея Это будут сквозняки Это будут какие-то там непонятные рикошеты Либо еще чего-нибудь То есть сам калибр Это уже рандомность Да, вот именно 460-мм Ну и плюс там Короче, мне кажется Особого большого плюса От именно установки этой модернизации Не будет То есть иногда, конечно, надо играть от маневра Иногда надо успеть, чтобы башни повернулись Чтобы дать вот дамаг И жертвовать ради этого перезарядки Там совсем чуть-чуть Вернее, имеется в виду то, что она вам прибавится Эта перезарядка совсем чуть-чуть Мне кажется, наверное Не всегда бывает разумным Но, в общем, ладно На этом моменте я буду заканчивать Давайте посмотрим, что тут еще есть интересно Ну, мало ли, может тут Вспомогательный калибр 4 тысячи всего лишь только настрелял Что мы тут пофармили 253 тысячи с премиум аккаунтом Пофармили В общем, как бы и неплохо Ладно, все, ребята Я прощаюсь Надеюсь, вам вот такой вот обзор понравился Лайк, подписка, все дела До скорых встреч И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok